Итоги уходящего четверга подводят наши корреспонденты и я, Карина Гуревич. Смотрите сейчас. Награда за нежность и заботу. Сотрудницы УВД Бобруйского горисполкома вручили орден матери. Наверное, все мамы заслуживают ордена. Сколько любви способно вместить родительское сердце. Жировки потяжелеют. В Беларуси установлены новые тарифы в сфере ЖКХ. Безналичная жилищная субсидия – это форма государственной поддержки. Что вырастет с 1 января. Огонь в окне. Накануне вечером в Туголице горел дом. Спасатели приложили все усилия для того, чтобы в максимально короткие сроки ликвидировать данные возгорания. В чем причина пожара. А также горячая линия. Очередной штамм. И туманная пятница. На завтра в стране объявлен оранжевый уровень опасности. Насколько повысится градус термометра. Человек с большой буквы. В ОВД Бобруйского горысполкома вручили орден матери. У Екатерины Кричко пятеро детей. Младшему пять, старшему 22. Живет семья в трехкомнатной квартире, которую получила благодаря господдержке. Татьяна Горбач узнала секрет домашнего уюта. Поздравления и слова благодарности звучат в стенах ОВД Бобруйского горысполкома. Орден матери из рук главы администрации Ленинского района получает технический работник. В группе поддержки Екатерины Кричко дети, друзья и, конечно, коллеги. Цветы, подарки от руководства и профсоюзной организации. Женщине трудно сдержать эмоции. Для меня орден матери – это заслуга перед родиной, перед семьей, так как я мама. Я горжусь, что мама, многодетная мама, ответственная мама. Наверное, все мамы заслуживают ордена. Глядя на эту хрупкую женщину, даже не верится, что она воспитывает пятерых. У нее, как в сказке, четыре сыночка и лапочка-дочка. Старшему Владиславу 22. У парня уже своя семья, двое детей. Однако для мамы он главная поддержка и опора. Средний Артем служит молодечно. 19-летняя Ангелина учится в торгово-экономическом колледже и делает успехи в легкой атлетике. Моя мама – самый лучший друг. Она – моя свечка, она – моя опора. Она мне всегда поможет, поддержит, подскажет. И вообще, самое-самое любимое. В уютной трехкомнатной квартире не смолкают звонкие детские голоса. Своё жильё многодетная семья получила три года назад благодаря господдержке. Младшие делят комнату на двоих. Пятиклассник Денис увлекается футболом и помогает брату учить алфавит. Пятилетний Гриша не по годам серьёзный и рассудительный. Любит рисовать и лепить из пластилина. Моя мама красивая, добрая, не ругается. Мы её все любим. Накормить всех, навести порядок, выслушать каждого. Да и любимую работу никто не отменял. Реальная жизнь многодетной мамы совсем не картинка из журнала. Екатерина Кричко этого не скрывает. Признаётся, в многодетной семье скучать некогда. Но в этом и есть её главное – счастье. Чем больше забот, тем больше радости наблюдать, как у сыновей появляются свои семьи и дети. Приезжали в гости друг к другу. Меня не забывали, если у дитя далеко, может, у кого какая судьба получится, где кому-то как получится жить. Чтобы они друг друга не забывали. А в сумме я хочу, чтобы они были счастливы. Таких многодетных, как Кричко, в республике свыше 114 тысяч. Пособия, семейный капитал и поддержка при строительстве. Государство предоставляет также ряд гарантий в сфере образования, здравоохранения, пенсионного, трудового, налогового и жилищного законодательства. Кроме того, Беларусь входит в 25 стран мира, где созданы благоприятные условия для рождения и воспитания детей. Татьяна Горбач, Станислав Чичерин, Бобруйск, 360. Огненный вечер. Накануне в Туголице горел жилой дом. Пожар на Озерной произошел в 10 вечера. Спасателей вызвала местная жительница. К моменту прибытия подразделение МЧС постройка полыхала открытым пламенем. Со слов соседей внутри никого не было. Спасатели приложили все усилия для того, чтобы в максимально короткие сроки ликвидировать данное возгорание. В результате пожара повреждена кровля, уничтожено перекрытие и повреждено некоторое имущество внутри дома. Пострадавших нет. Предположительная причина пожара – неправильная эксплуатация печей. Проект Конституции, рабочий график и новый штамм. В стране зарегистрированы первые случаи омикрона. В чем особенности инфекции? Громкие заголовки дня далее в специальном обзоре. В Беларуси начала работу Единая республиканская горячая линия по изменениям и дополнениям Конституции. После праздников она будет функционировать с 3 января. Высказывать свои предложения можно по будням с 10 до 13 и с 14 до 17 часов. Напомним, новый проект главного закона страны уже есть в общем доступе. Каждый может ознакомиться с текстом документа на национальном интернет-портале Правобай. В стране зарегистрированы первые случаи омикронштамма коронавируса. У всех пациентов отмечается легкое течение инфекции. Госпитализация никому не понадобилась. Мездрав напоминает о важности вакцинации. Полный курс уже прошли 39% белорусов. Кроме того, к прививочной кампании подключились свыше 400 подростков. За год гололедными травмами в Беларуси получили больше 1000 взрослых и около 250 детей. Особую опасность для малышей представляют тюбинки. Чаще всего фиксируются ушибы позвоночника. Для катания нужно выбирать безопасные горки. Врачи также советуют родителям обратить внимание на зимнюю обувь. Она должна быть устойчивой с ребристой подошвой. Горожане в канун Нового года смогут свободно приобрести необходимые продукты к праздничному столу и выбрать подарок для своих близких. 1 января рынки будут работать в обычном режиме. Предприятия торговли откроют двери для посетителей на час позже. На пятницу объявлен оранжевый уровень опасности из-за тумана. В Беларуси идет небольшое потепление. На большей части территории страны ожидается ухудшение видимости до 500 метров. Прогнозируется мокрый снег, переходящий в дождь. Температура воздуха ночью до минус 7 градусов, днем до 7 выше нуля. В Беларуси установлены новые тарифы для населения в сфере ЖКХ. Соответствующий указ подписал президент. Повышение пройдет в два этапа. Жировки потяжелеют с января, за исключением отопления. С 1 июня беларусы будут больше платить за тепловую и электрическую энергию, природный и сжиженный газ. В расчете на типовую двухкомнатную квартиру с тремя проживающими при нормативном потреблении услуг цены повысятся в пределах 5 долларов. К слову, в рамках повышения тарифов будет продолжена господдержка предоставлений безналичных жилищных субсидий. Безналичная жилищная субсидия – это форма государственной поддержки, которая предоставляется гражданам при условии, если их начисленная плата за жилищно-коммунальные услуги по установленным нормативам превышает 20% их среднемесячного совокупного дохода. 20% это касается города и 15% это касается именно сельской местности. Для удобства граждан сведения о тарифах на жилищно-коммунальные услуги будут размещены на обратной стороне извещений и на сайте Могилевского областного центра информационных систем. За подробной информацией горожане могут обращаться к специалистам РВЦ на интернациональную 17 и 50 лет ВЛКСМ 43Б. Все они – наши дети. В Ленинском и Первомайском районах провели благотворительную елку. Сладкие подарки, билет на театральную постановку и много других сюрпризов. Все это для юных спортсменов-отличников, воспитанников домов семейного типа, многодетных и особенных малышей. На праздник заглянула Ольга Васенда. Театр драмы и комедии принимает мальчишек и девчонок, а также их родителей. Все они приглашены на благотворительную елку. Праздник в преддверии Нового года детишкам дарит администрация Ленинского района. Конечно, здесь не обходится без конфет. Важность этой акции трудно переоценить. Сегодня, находясь в этом зале, банально послышался запах конфет, детский смех, детские улыбки. В холле танцуют, поют и забавляют гостей сказочные персонажи. Дети приглашают на праздник Деда Мороза и Снегурочку. Волшебник не заставляет себя долго ждать. Позже малыши становятся зрителями музыкальной постановки. На сцене злая мачеха, строптивые сводные сестры, фея крестная и прекрасный принц. Сказка о доброй и трудолюбивой Золушке – уже не одно столетие любимая история девочек всего мира. Много эмоций, все так весело, громко, подарки очень хорошие. Мне все понравилось. Я считаю, что, конечно же, нужно такое мероприятие для города. Здесь присутствовало довольно много детей, много взрослых. Праздник очень яркий. Много гостей. И я считаю, естественно, для детей, особенно для детей, это важно. Первомайская администрация тоже не остается в стороне. Новогодний праздник устраивают во Дворце искусств. В зале почти 700 ребят. Творческим и активным вручают не только подарки, но и письма благодарности за участие в различных конкурсах. Мы сегодня подвели итоги и сказали ребятам огромное спасибо. Я думаю, те сюрпризы, которые они получили, они станут для них тоже какой-то маленькой сказкой, маленькой наградой и очередным таким шажком во взрослую жизнь, где они будут понимать и радоваться вместе со всеми. На главной сцене города – образцовый музыкальный театр «Слуги трех мус». Мальчики и девочки погружаются в атмосферу загадочного Востока. Вместе с Аладдином, Джином и принцессой Жасмин ребята отгадывают загадки и зажигают новогодние огни. Не это ли счастье для родителей – видеть улыбки своих детей? Спасибо всем организаторам, было очень здорово, организовано, очень понравилось. Дети в восторге. Огромное вам спасибо. Прекрасный спектакль, положительные эмоции. Посмотрели на одном дыхании. Большое спасибо за организацию этого праздника. Нам очень было приятно посетить. И огромное большое спасибо за подарки, которые мы получили. Я хочу поблагодарить организаторов за прекрасную сказку. Она была очень интересная, музыкальная. Думаю, всем она очень понравилась. Среди приглашенных на ёлку не только отличники и спортсмены, но также воспитанники домов семейного типа, многодетные и особенные малыши. Благотворительная акция с каждым днём охватывает теплом и заботой всё больше маленьких белорусов. Ведь наши дети – самые лучшие на свете. Ольга Васинда, Татьяна Горбыч, Станислав Чичерин, Бобруйск-360. Не отрываясь от производства, руководство Бобруйска-Громаша необычно поздравило сотрудников с наступающим Новым годом. В самом сердце завода сборочно-окрасочном цеху наградили лучших работников года. А ещё впервые выбрали мисс и мистера Бобруйска-Громаш. Здесь развернулся настоящий праздничный концерт с участием мужского хора, военного оркестра и творческого коллектива «Жемчужинка». Я хочу поздравить с наступающим Новым годом свой коллектив «Холдинг Бобруйска-Громаш». Пожелать всем крепкого здоровья, уюта, добра. Конечно же, городу Бобруйска, процветания, нашей области развития. Ну и чтобы в целом у нас в стране был мир. К слову, в холдинге трудится порядка 1800 сотрудников. В 2021 предприятие стало лидером года.